Лектором у нас сегодня выступает Сергей Смиренский, биолог-основатель Муравьевского парка. Пожалуйста. Спасибо. Значит, я хотел сказать, что, наверное, не надо было и комментировать, и на самом деле поставить все фильмы, вместо того, чтобы вам рассказывать про парк, потому что они действительно... Это Игорь и Светлана Ищенко, которые сняли по нашей просьбе эти фильмы. Они называются «Четыре времени года», «Четыре замечательных времени года». Там и зима, и лето. И целый ряд других есть, видимо, материалов, которые снимал другой тоже человек такой, Анатолий Исаев. И там по ним вообще можно понять. Ну, начну наш рассказ. Это один из шести, как я уже говорил, с половиной видов журавлей, которые у нас обитают. У нас всего в России их семь. Седьмой вид, канадский журавль, отмечен неподалеку от парка. А половина делала то, что там такая интересная картина из Якутии, где предел практически распространения серого журавля, и туда долетают очень немногие серые журавли, но обычный черный журавль. Там необычная такая ситуация сложилась, что они ежегодно образуют смешанные пары, летят гибриды. Причем гибриды, по данным наших коллег из Японии, они плодовиты, что вообще говоря, очень редкая вещь в природе. Но у вас сейчас на экране японский, уссурийский или манджурский журавль его по-разному называют. По-английски он журавль с красной шапочкой. Раньше был Japanese crane, сейчас Red Crown crane. По-политическим соображениям, потому что китайцы и корейцы агрессивно относятся ко всем названиям. Они даже не принимают название Японское море. Значит, это у них Восточное море. Хотя сами Китайское море вообще сейчас подгребают. И если вы обратите внимание на концы первостепенных маховых, они черные. Вот по этому признаку можно отличить птиц, которые уже имеют такой взрослый наряд, но они еще не прилиняли в них основные перья. У них смена маховых происходит только раз, два, три года, потому что журавль становится неспособным к полету в этот период. И вот это показатели, что это еще молодая птица. Вот, ну, я просто, чтобы вы имели представление о том, где находится парк, вот показываю карту России. И хотя название этой территории Дальний Восток, если так внимательно посмотреть, там еще пять часовых поясов на восток. Поэтому на самом деле это одно, можно сказать, сердце России, а совсем даже не Дальний Восток. Ну, вот еще в начале 80-х годов мы начали там свои исследования. Вот на верхнем стенке моя супруга Елена Михайловна Смиренская, которая, она работает в Международном фонде охраны журавлей в штате Висконсин. Вот, и всю жизнь вот нам посчастливилось работать вместе. А справа от нее и у них между ними журавленок Даурский Михаил Владимирович Калякин, который сейчас является директором зоологического музея МГУ, а в то время был студентом. И вот вы видите, мы разные исследования проводили. Я обращаю внимание ваше на, обращаю внимание на нижний снимок. Вот, мы начали использовать спутниковое мечение много лет назад, это начало 90-х годов. Сначала цветное мечение, потом спутниковые передатчики. И благодаря этому нам удалось выяснить пути пролета и выяснить судьбу целого ряда семей. И это дало практические результаты. Я хочу сказать, что я, в общем, даже себя не очень ученым считаю, хотя занимаюсь исследованием. Меня интересует наука, которая дает какие-то результаты, скажем, в частности для охраны этих видов. И поэтому для нас это не просто лишняя публикация, а это реальный, значит, вот так же там, как гнездо журавлей мы описываем, нам надо понять, что им надо для того, чтобы как-то помочь. И птенца, вот, и в частности, ну, это место, которое мы попали в свое время, значит, мне приходилось работать по всему югу Дальнего Востока и в прилежащих странах. Вот, ну, поразило вот удивительным разнообразием и цветов, это пион. Вот видите, разные виды башмачков, это уже орхидные. Самые крупные листья у нас в Амурской области, надо сказать, что это посеяли хабаровчане, поэтому, что это вообще тропическое растение. И те из вас, кто бывал в Таиланде или в Бирме, наверное, видели вот картины, когда якана, и такая есть околоводная птица, расхаживает по поверхности растений. Так вот, она расхаживает по листьям, так называемые вреалы устрашающие. Это вот вид, который у нас прижился, просыпается только в конце июля, в начале августа, потому что озера промерзают до дна, пока-то вода прогреется, пока-то семена очухаются. Хотя, это, говорю, растение из тропиков. Вот вы видите, какие листья бывают. Они удивительно декоративные. И сверху, как крокодили, шкура такая светлая, снизу, это на самом деле более яркое даже. Вот, поэтому удивительно декоративное. Но самое интересное даже не то, что такое растение, но интересно то, что вот это тропическое растение растет рядом наверху, у нас там три вида пушицы. Многие из вас ее, наверное, знают, где бывал в заболоченных лесах каких-то северного облика, в тундре. А внизу у нас идельвейс. Причем, когда, значит, первый я приехал, рассказывал Владивостоку, специалисту по горам, и сказал, что у нас в болоте идельвейс. Ну, у него это вызвало насмешку. Он сказал, что это совсем сушеница такое растение болотное похожее. Но когда я ему отправил, то он как бы был в шоке. Это вообще обитатель степных мест. И у нас за счет микрорельефа, вот, там среди болот на песчаных бывших косых и отмелях, вот, соседствуют буквально в нескольких метрах друг от друга тропические растения, растения тундры и растения степей и высокогорий. Ну, точно так же там, это тоже интересное животное наверху, это углазуб сибирский, которого часто находят замерзшим, скажем, в ледниках по северу. Он идет очень далеко до Арктики, вот, и он оживает. Там, интересно, есть представление. Там у нас рыба очень интересная, которой у меня нет кадра, но которую вы хорошо знаете, многие, кто рыбачил по Подмосковью. Это называется ротан, вот, которая завезенная была сюда. Вот, так вот, ротан, я просто обращусь, например, спрошу молодых слушателей, где вы думаете, зимуют рыбы? Зимование прямо. Так, еще? Какие предложения? Вот они зимуют на поверхности, зимуют они в толще льда, они собираются большими группами, выделяют что-то подобное, глицериноподобную такую смесь, и большими компаниями. Причем они все одинаковые по размеру, потому что они хищники, и все, кто затесался не свою компанию, оказываются в желудках своих сотоварищей. И вот в таком виде они живут до зимы, поэтому рыбачат на Дальнем Востоке. Там у многих представлений, вот меня недавно спросили про лососевых, про икру. Значит, большинство жителей Амурской области покупает, скажем, какую-нибудь киту или горбушу по более дорогим ценам, чем вы. И основной улов, это даже не карась, это ротан и гальян. Так вот, на ротана выходит весной особая рыбалка с лопатами, потому что они зимуют толще льда, и поскольку они темные, то солнечно-яркое солнце, вообще у нас Амурская область по инсоляции одна из лидеров, наряду с Крымом и районом, прилежащим к Байкалу. И они быстрее оттаивают, так вот люди ходят, заглядывают дырочки по льду, которые прозрачные, берут лопату, обрубают, и потом лопатой выкидывают этих ротанов на берег. Я не знаю, делают это по Москве или нет, но это вот традиционная рыбалка, я бы сказал, наиболее добычливая рыба для большинства дальневосточников. То есть, это Амур, со временем Никольский, заведующий академик кафедрой их теологии нашего университета, он вообще планировал, что рыбой Амура будет накормлена весь Советский Союз, не только Россия. Но то, что с ним происходит с Амуром и с его притоками, еще раз говорю, люди рады вот ротанам и галина. Ну вот это очень интересное животное, когда оно не может убегать, оно делает вид, что оно не живое. Это янтовидная собака, временами очень многочисленная, но часто бывают и безалотия, и временами их трудно видеть, но не случайно ее назвали янтовидной собакой, она выглядит как янтовидная собака, но это собака. Ну и, конечно, вот, как я вам сказал, на что поразило, это журавли и аисты дальневосточные, это другой вид, включенный тоже в Красную книгу, находящийся под угрозой исчезновения. Ну и вот благодаря всем этим делам, в том числе нашим исследованиям по миграциям, ну, стало ясно, куда летят птицы. Мы связались с нашими коллегами в Японии, они собираются, японские, вернее, даурские журавли и черные журавли. Основная зимовка в то время была на острове Кюси, это префектура Кагошима в юго Японии. Мы завязали переписку, убедились, насколько это глубоко в культуре, в восточных стран эти птицы. Вы видите и по кимоно, и по обуви. Ну и дальше вот был вопрос, как помочь этому месту. Дело в том, что это место находится в так называемой хлебной корзине Дальнего Востока. Там 70% пахотных земель расположены на очень небольшой площади Юго-Амурской области. Там или болота, или леса, которых бесполезно пахать, и температура очень суровая. Там лето-то бывает за 40 градусов тепла, но зимой может быть и за 40 минус, и почва промерзает местами на 2-3 метра. И вот я вам сейчас показываю карту наших особо охраняемых территорий. И те из вас, кто знаком с островной экологией, понимают, что мы не можем создать 100% заповедную территорию, потому что что-то надо делать. Но заповедники – это гордость наша российская, потому что действительно это в России развито, в другие страны. Даже там, где написано «заповедник», скажем, в Китае, чем незаповедная территория отличается от заповедной, можно узнать только потому, в какую сторону направлена табличка с надписью «заповедник». Там также эксплуатируют эту землю, роют, осушают, рубят. Но я хочу сказать, что я, к сожалению, плохо вижу, поэтому не назову вам цифры, но вы видите, какой процент, какая доля вообще от особо охраняемых территорий по отношению к территории России занимает. И мы не можем, вообще нет шансов, что она особенно увеличится, хотя в этом направлении идет работа, но мы не можем представить, что это будет 20%, 30%, 50%. То есть это островки. И естественно, что эти изолированные системы, они нестабильны, и они играют огромную роль, но они не могут выполнить все задачи, которые нам надо. Ну и кроме того, как я сказал, уже здесь идет активная, использована эта территория, и когда создается охраняемая территория, то нужно получить разрешение, согласие землепользователей. И даже там, где никого нет, часто это очень сложно добиться. Процесс создания заповедников, ну скажем, ханкайского заповедника, на него на создание ушло 50 лет, ни много ни мало. Ну и мы попали туда в начале перестройки, она дала много интересных вещей. Но это вот была реальная ситуация, причем это в хорошем, так сказать, социальном таком приюте. В других там вообще ребята были без обуви, потому что дети есть дети. И, значит, нам объяснил, не потому что ему жалко, потому что у него есть, скажем, у директора приюта социального или детского дома есть средства на приобретение одной пары обуви на ребенка. И он поэтому летом, когда можно, они отправляются все босиком, потому что зимой будет еще сложнее. Вот, ну я хочу сказать, что поля были заросшие, значит, коров это, я не снял, потому что у меня просто духу не хватило нажать на высоковой крючок, коров отрывали, от примерзших коров отрывали такими жердями от земли. Вот, это вот было начало, значит, вернее, в самый разгар перестройки, значит, 90-е годы в начале. Вот, и вот в этой ситуации, поэтому нас интересовали не только проблемы, вообще говоря, изменения ситуации с краснокнижными видами, с нашими болотами, но нас интересовали судьбы и людей, которые там живут, и которых мы много знали до всего, что произошло у нас. Поэтому у нас сразу было желание найти какой-то вариант, который мог бы помочь обеим сторонам. В 92-м году, значит, я хочу еще раз напомнить, что Амур, который вы сейчас видите, пограничная река, вот, и вход туда с 70-го начала готов, российским градусам практически недоступен, там вся колючая проволока, вот, китайцы свободно плавают, в том числе под нашим берегом, мы ровят и лыбу, вот, у нас мы отрезаны, жители, с заключением там небольших участков, так сказать, под присмотром. И вот родилась такая идея, что люди для того, чтобы сохранять, вообще говоря, надо знать, потому что надо полюбить, надо переживать. И вот просто родилась такая дурацкая идея, как и многие другие в начале перестройки. И в 92-м году мы организовали путешествие 10-дневное с обсуждениями. Было порядка 70 человек из самых разных стран мира, вот, на нижнем снимке, на правом стороне Джордж Ачибаль, основатель Международного фонда охраны журавлей, слева Джим Харрис, который долгие годы был президентом этого фонда, в центре я, потому что я с тех пор, конечно, изменился, я, чтобы вы просто знали. И вот мы обсуждали, высаживались, мы кольцевали во время, с вертолета отлавливали, это особый, так сказать, рассказ этих журавлей, весили передатчики. Смотрели все проблемы. И вот тогда мы предложили создание территории, которых не было в то время, скажем так, в списке охраняемых или используемых территорий России. Ну, надо сказать, что во время этой поездки мы тоже предложили создание, расширение сети водноболотных угодий международного значения, которые входят в Рамсарскую конвенцию. И несколько лет спустя целый ряд, в частности, Ханка и другие, Хинганский заповедник и наша территория, были включены вот в Рамсарскую конвенцию водноболотных угодий международного значения. Ну, и после этого, значит, вопрос стал, а как все это сделать? Вот, ну, время, я говорю, было такое, приподнятое. И вот наверху в центре президент компании японской, текстильной, очень интересный человек, в этом году исполнилось 50 лет его компании, в тот год исполнялось 25 лет, в отличие, значит, он, как это сейчас, корпоративы, да, организует, когда какие-то юбилеи, вот, или фуршеты, а он каждый раз, когда наступал какой-то юбилейный год, он делал подарки. Вот, и мы, в отличие от тех лет, попросили, обратились, написали письмо, вот, такой очень интересный человек, Наритака Ичидо внизу, вот, и мы сказали, что мы не просим, а мы предлагаем, мы предлагаем японцам помочь нам в сохранении этого места, потому что это даст возможность японцам видеть этих самых журавлей, которые прилетают туда на зимовку. Дело в том, что журавли, птицы перелетные, и каждая страна, где они бывают, считает их своими. В частности, наши птицы летят сначала в Китай, потом в демилитаризованную зону Кореи, потом некоторые летят в Японию. Поэтому потеря в одном месте, она для всех плоха. И вот мы получили поддержку и смогли взять больше 5000 гектаров земли в аренду на 50 лет. Спустя несколько лет эта территория увеличилась до 6500 гектаров, и мы продлили до 1958 года эту аренду земли, и таким образом создали такую странную территорию. Она не государственная, но не в этом ее суть. Она территория, которая пытается решить, как я уже сказал, проблемы и людские, и хозяйственные, и социальные, и проблемы природоохранные. Вот то, что там происходило, когда мы брали эту землю. То есть оставалось несколько лет для того, чтобы это болото исчезло, как исчезло и большинство водно-болотных угодий по югу Амурской области. Земля очень дорогая. Сейчас там 20 тысяч рублей за гектар земли. Ежегодная арендная плата. Потому что у нас это основной район выращивания сои, очень такой ценной культуры и выгодной. Поэтому осваивается все. Значит, ценность болот, как вы знаете, в большинстве стран это бросовые земли. А болото это невероятный вообще по ценности продукт, к которому мы относимся как к потерям, а на самом деле он удивительно важен для человека. Но для людей, которые получают, скажем так, зарплату за сою и прибыль, их это мало, конечно, интересует. И вот, в частности, у нас там мы обнаружили тоже целый ряд видов. Вот этот дубровник, который в центре картинки, он, ну, когда мы начинали эту работу, то, вы знаете, ничего нельзя было слышать вокруг, потому что на каждом кусте иногда, иногда, конечно, на некоторых кустах, это территориальные птицы, но им садиться некуда было. Три-четыре самца поют. Вот, это птица, которая за последние 20 лет, значит, потеряла 90% области обитания. Вот Александр Леонидович, я вам представляю, Мищенко, который мог бы вам рассказать еще более подробно на эту тему. Вот, и у нас сейчас самое высокое плотное знездование в пределах всего ареала. Но вот в этом году люди, которым мы передали соседнее хозяйство, называется Амур, вот, они, мало того, что мы им передали на время Пашину тысячу гектаров, им показалось Мали, она втихаря распахали 150 гектаров лугов, которые являются жизненно важными для этой птицы. Она исчезает всех на глазах, но им надо побольше бабок собрать. Вот я как раз сейчас лечу туда, на Дальний Восток, разбираться с этой историей, это судебная история. Но им это совершенно непонятно. Что вы там про Дубровника? Там же бабки, понимаете? И это вот общее отношение людей к ситуации. Ну, вторая ситуация, почему это не заповедник? Значит, я хочу сказать, что это ворота бывшего егеря. И от нас бегут люди, которых мы пытались поймать, что называется, с поличным. Значит, к сожалению, даже государственные заповедники не гарантируют абсолютной охраны природы. И тут это проблема не министерства, а проблема в том числе штатов, сотрудников на местах. Ну, особенно там, где большие территории, как вы понимаете, это не так просто. И вот часто это просто фарисейство, потому что, ну, люди, которых мы знаем браконьерами, разъезжают вот на таких громадных автомобилях, бьют и косуль, и выступают от лица ВВФ и других природоохранных организаций. И, конечно, их поймать нельзя. Да, у них как бы все при порядке. Значит, это вот картина, которая, насколько я помню, там в 2009 году была снята в центре Болонского заповедника. И люди, значит, там ныне директор организации «Заповедная Пряморья». Это очень интересно, и как бы хотелось, чтобы они у вас выступили и рассказали. Это удивительная форма. Сейчас министерство часть своих полномочий передает на такие региональные центры, и работа очень активизировалась. Это центр заповедника. Там велись заготовки группой под, так сказать, прикрытием директора, заготовки гусей во время весенних пролетов для поставок в рестораны Хабаровска. И когда их там застигли, с вертолета поймали, то им предъявили иск, что они тревожат обитателей, поскольку они прилетели, не предупредив на вертолете. Там были сотрудники и ФСБ, и, значит, Роспроводнадзора по Дальневосточному региону. Так вот, они виноваты в том, что это вот запечатлелось. И годы потребовались на том, чтобы этого директора оттуда убрать. Это очень вязкая такая история. Ну вот у нас другая проблема – пожары. И надо сказать, что, ну, тех, кто с ними сталкивается, иногда, к сожалению, трагично, у нас два года назад погиб пожарный. Значит, это идет вал огня, там до 50 метров поднимаются, закручиваются такие прям, знаете, как торнадо. Вот, вихри, особенно когда безветренная погода. Огонь сам себя направляет, и тогда никогда не знаешь, куда он вообще пойдет. Когда ветер есть, это проще. Вот, и это тушить надо, находясь в центре всего этого дела. Так вот, на протяжении веков, потому что это не только описывал Александр Николаевич Формозов во время своего путешествия на Дальний Восток в Пойзе. У него работа вышла, поэтому публикация по пожарам и их причинам. Значит, вот по Юго-Амурской области все пожары, 100%, вот, хотя рискованно себя говорить, 100% называть, они результат деятельности людей. Там нет, это не отгроз и так далее. Все они связаны с деятельностью людей. Или специальными поджогами, или многими другими причинами, которые не буду сейчас объяснять. Вот, но всегда это запоздалая реакция, потому что когда пожар начался, за ним не добежишь. Он идет с большой скоростью. И мы много лет предлагали, и заповедники предлагали начать превентивные меры, в том числе использовать огонь для борьбы с огнем. И это успешно, опыт есть. Но наша система как бы не поворачивалась никак с этим делом. И в том числе заповедникам не разрешают проводить отжиги, потому что вы должны вот только... Это как бы естественный процесс. А это неестественный процесс. И вот вы видите, мы используем тушение, гибнут гнезда, вот, аистов, не только журавлей. Значит, до 90, а иногда 100% территории вжигают огонь. Поэтому наша, как бы, с одной стороны территория есть, болото есть для журавлей, и птицы пролетают, и они гнездятся, и 100% их гнездо уничтожается. Только из-за того, что кто-то бросил спичку. И вот, в том числе, значит, мы делаем... Ну, сейчас мы делаем гораздо больше. Это вот... Мы делаем такие противопожарные, значит, мозаичные отжиги. Вот, и Джеб Барзан, который человек, который уже больше... Скоро 40 лет, как он жгёт, вот, и жгёт так, что ни разу к нему не предъявили претензии, потому что это на частных землях, если бы он где-то вышел, он бы остался, я знаю, без штанов. И вот, то, что у него в руках, сейчас наверху он, это метеостанция, которая показывает всё, что ему нужно. Он знает, когда начать, и когда кончить жечь. Совершенно безразлично. То есть, это учитывается всё. Но благодаря этому можно делать... Вот мы в 3-4 человека, используя практически два ранца воды, по 1,5 километра 50-метровую полосу прожигали. Вот, и, естественно, меньшие затраты и прочее. Хочу сказать, что в этом году у нас рекордный успех гнездования доворского журавля. 19 семей с птенцами, поднявшимися на крыло. Такого нет нигде. И у нас даже бывало, что случаи, когда гнездилось до 25 пар, но осенью, скажем, 6 пар. И у нас это год плохой. Он сухой год, когда им плохо, корма мало. Но у нас 19 пар, только благодаря тому, что Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности нам вот уже второй год помогает. Там очень интересные люди, которые действительно озабочены. Пожарных, особенно в Амурской области, в Якутии, непрерывно все ругают, что горят миллионы гектаров. Но если знать их материальные возможности, а главное вот эту обстановку, что они всегда реагируют на возникшие пожары. И вот у нас они помогают нам предотвратить возникновение пожаров. И вот такая невероятная совершенно результативность показывает, что на самом деле можно многое делать. Заповедникам это не дают. Но мы, конечно, используем не только... Мы самые разные способы. В частности, вот такие детские конкурсы. У нас там на разные темы проходит. И выступления в школах, и многое другое. Ну, и вот восстанавливаем все, что можно. Потому что одна из причин – это вырубки лесов еще во время военное обезлесывание. Раньше деревья эти, конечно, страдают от огня, но они тормозят скорость ветра и прерывают, так сказать. Одни участки выгорают, другие нет. И благодаря вот такой мозаичным отжигам, собственно, то, что мы и стараемся делать, мозаичные отжиги. На сохранившихся участках гнездятся птицы, а выгоревшие участки становятся буферами, противопожарными такими полосами, которые предотвращают огонь. Но проблем много и других. У нас весной, когда прилетают птицы, часто по две недели просто нет моркового зернышка. А у нас собирается это основное место концентрации мигрирующих птиц – и гусей, и журавлей. И они по две недели ходят голодные. И, в частности, в 2013 году такая ситуация была. Поэтому мы в этом году 65 гектаров у нас посеяли. Значит, никакой помощи со стороны мы не имеем. Я хочу напомнить, парк – совершенно самостоятельная организация. Но вот я объяснил, да, что вот с пожарами нам сейчас очень огромная помощь. И нам не нужна помощь финансовая, нам нужна помощь как бы деловая. И вот такую помощь мы от Министерства лесного хозяйства против пожарной безопасности получаем. Но мы выращиваем, у нас 65 гектаров, в этом году было кукурузы, ячменя, пшеницы и сои. И это все на весну сейчас огромную роль сыграет. Но весной, когда особенно плохо, мы используем рыбу, покупаем, и вывозим на грузовиках остатки зерна для того, чтобы как-то подержать птиц. У нас проходит очень много, скажем, встреч. И нам, скажем, вот на одну из них, связанное сельское хозяйство, климат и журавли, это связанные все вещи. Вот, скажем, было у нас единовременно 13 стран. Ни одно событие в Амурской области официальное со времен ее основания одновременно не собирает столько стран. К нам в болоты едут, а даже областной город никогда не мог столько принять. Мы проводим очень много самых разных образовательных программ. И это единственное место у нас в России, где на протяжении уже, значит, 1994 года ежегодно мы проводим международные экологические смены, причем одна из смен всегда проходит полностью на английском языке, особенно привлекательно для тех школьников, студентов, выпускников вузов, которые хотят освоить английский язык разговорный, но он разговорный язык по теме, то есть по биологии. Многие, особенно для жителей и студентов, скажем так, в Восточной Азии, в связи с особенностями их произношения, им очень тяжело дается именно разговорный язык. Они знают, как пишется, как слышится, но они не понимают, и им сложно понять и сложно высказать. Вот эти школы дают невероятные результаты. Как видите, они проходят в очень разных формах, значит, с участием американских преподавателей, преподавателей, вернее, научных сотрудников из европейских стран. И мы тут используем самые разные формы, игровые. И, скажем, в этом году у нас на седьмой день занятий школьники были основными исполнителями фестиваля, который мы ежегодно проводим, называется «Журавлиные зори», потому что он проходит в самые короткие дни, в самые длинные дни, это где-то вот середина июня, вторая половина июня. Так вот, они вели экскурсии, у нас больше 150 человек было, для всех приходящих, в том числе на английском языке, вот то, что они усвоили. Это вот насколько результативно. И, как видите, там и исследования, там и игры, вот, и самые разные формы. И результат, вот, скажем, это у нас мы начинали, как говорят, middle of nowhere, так сказать, даже многие жители Благовещенска не знают, что такое село Муравьевка. Вот, хотя, говорю, к нам приезжают из Южной Африки люди из Австралии и говорят, так вот, ваш пригород, это и есть Амурская область? То есть про Амурскую область многие люди далеко от Амурской области и не слышали, а Муравьевский парк знают. Так вот, это девушки, значит, когда мы мучились, у нас не было электричества, потом мы поставили солнечные панели, но все равно это не справлялось с нашими задачами. И вот дети написали Леониду Викторовичу Короткову, в то время губернатору Амурской области, письмо о том, что, почему, собственно, парк решает проблему Амурской области, а Амурская область стоит в стороне. И вот нам поставили эту линию электропередачи. Мы, как бы, это такие вот вещи не забываем. Ну вот, интересные очень конкурсы, в частности, один из них еще в 95-м году мы начали «Журавль и птица мира». Удивительное разнообразие идей было у детей. Я хочу сказать, что поразительно, куда это все девается с годами, потому что у меня вот никогда бы не хватило представления. Я показываю вам только две работы. Одна из них просто это старая рогожа, а вторая, вот видите, шитая. И эта выставка прошла в музее войны в Корее. Мы ее туда возили. И я считаю, что вот такого рода обмены, сотрудничество между странами куда более эффективны, чем даже какие-то визиты официальных делегаций. Удивительно, с большим интересом ее принимали. Причем, через этот конкурс нам удалось связать страны наиболее дружественные. Я еще раз говорю, не в нынешнее время, а в то время, скажем, выставки американских ребят проходили на Кубе, кубинских в Америке, в Иране. То есть, понимаете, удалось связать совершенно страны, которые терпеть друг друга не могут. Но, к сожалению, последние годы, мы в этом году опять пробуем сейчас провести конкурс, к сожалению, компьютеры, я очень рекомендую молодому поколению подальше от них держаться, по возможности, потому что у нас, к сожалению, мы сейчас объявляли последние конкурсы, все дети лезут на компьютер, скидывают, сбрасывают картинки, как-то, поскольку это массовые конкурсы, то, скажем, у 30% одни и те же картинки. То есть, вы теряете то, что вы имеете, то, что у вашего соседа нет, даже у вашего брата или сестры, потому что мы все разные. А вот эта компьютеризация, она всех как бы сглаживает, все теряют свои индивидуальные искривления. Ну вот я просто хочу сказать, что мы проводим много самых разных экскурсий, разных именно, отцеленных. Вот эта экскурсия, это первая, я считаю, у нас первая Россия, я нигде не слышал, я провел экскурсию, она 3,5 часа была, для группы людей, слепых и слабовидящих. Вот стрекоза, которую вы видите на левом снимке, или еще какой-то, потребовалось полтора часа слепым людям, чтобы ее собрать из модулей. Вот, и когда говорят слепые, ну как же, вот на природу. Значит, сами люди, которые к нам приехали, слепые, они были очень сердитые, зачем их вообще вывезли к нам, что вы от нас хотите, холодно, ветрено, мокро. Но вы знаете, ведь у нас уже гораздо больше чувств органов, чем одни глаза, и у нас, вы знаете, мы использовали язык, вот, я не знаю, пробовали вы на язык осину, например. Как она, сладкая или нет? Никогда не пробовали? Кто пробовал лизнуть осиную веточку? Пожалуйста, кто-то там поднял. Пробовали? Какая она на вкус? Сладкая? Горькая. А вы знаете, что это за горочь? Вот более возрастное поколение, знаешь, какие лекарства мы использовали для понижения температуры? Молодежь сейчас забита вся другими. Так это вот аспирин в натуральном виде, в этой осине содержится. Поэтому, если у вас высокая температура, и вы сможете, скажем, жевать такую чурку, то температура у вас упадет. Конечно, заворот кишок не минует. Но я хочу сказать, что когда начинаешь, вот пытаешься через такие вещи, через просто ваши тактильные ощущения, слух, то выясняется, что на самом деле можно познавать мир для людей, которые замкнуты у себя в стенах своего дома. В этом году мы провели первый раз экскурсию, когда я это рассказал, такая Наталья Александровна Киевская, она занимается этими проблемами, в том числе, среди прочих, более даже, может быть, для нас это важно. Вот в законодательном собрании Амурской области она попросила провести экскурсию для ребят с синдромом Дауна и аутистов, то потребовалось время, чтобы ей ответить согласием, потому что я знаю, что это сложно. И когда я посмотрел этих ребят, которые должны нам приехать из школы, то стало даже немножко страшно. Вы знаете, у них у всех лица разгладились. Вот когда им удалось не только посмотреть и послушать, но и потрогать наших журавлей и птиц, которых мы кольцуем и пускаем. И они их выпускали. Знаете, куда все делать? Все их как бы... Я до сих пор поддерживаю со многими мамами переписку, потому что они были в восторге. Ну, я вообще, надо сказать, что начать мне надо было, наверное, с того, что Анастасия Юрьевна, вот она один из волонтеров, который приехал к нам и который очень много сделал для нас ранней весной, и которая, собственно, и предложила здесь выступить. Я в Москве обычно долго не задерживаюсь. Я хочу представить также, если можно даже подняться, Татьяна Спартак, но вас не видно, которая является президентом нашего клуба. Она, впрочем, в прошлом журналист, которая с самых первых, так сказать, шагов у нас участвовала в наших делах. И сейчас она в Москве, и основное как бы связующее зерно. Так что звено. Ну, вот я вам тоже хочу сказать, что мы проводим фестивали. И вот тоже в центре там на верхней картинке моя жена, с которой мы работали. Вот справа от нее стоит Настя Шаповалова, которая 7 лет была у нас в лагерях. Я почему говорю, вот такие детали, на самом деле, ну, можно объяснить это как бы, наверное, с более общей точки зрения и так далее. Но мне интересны людские судьбы. Вот эта Настя, в том числе год мы ее отправляли в Америку, она закончила, поступила в университет, два года училась и бросила, несмотря на очень большие прессы страны своих родителей. Она из деревни, из этой муравьевки, которую никто не знает. Вот, после этого она приехала сюда в июле месяце, когда все уже экзамены закончились. Поступила в АВГИК, институт кинематографии. И снимается сейчас в фильмах. Замечательная актриса. Вот, внизу у нас тоже фестивали, в том числе и корейские танцы. Очень длинный и очень печальный танец. У них, я слышал песню про Ибиса, вот, очень печальный. И вот этот танец, которому это специальное искусство обучается. Но они были рождены во время оккупации Кореи японцами, поэтому, так сказать, неудивительно, что она такая вот. Так вот, у нас в этом году во время дождей, мы осенью проводим фестиваль до следующей весны, журавли прощальные. И, ну, обычно тоже приезжает там 150-200 человек. Вот, и всегда были хорошие дни, за исключением вот этого последнего. Шел дождь по всей Амурской области. К нам люди приехали не только из Благовещенска, из окрестных сел, но по 3-4 часа до нас добирались по раскишим дорогам. Вот, около 600 человек. В болото к нам приехало, понимаете, не в центре города. Вот, и у нас там много было интересного, в том числе мы открыли поэтическую тропинку в память о двух людях замечательных. Одна, она ныне живущая, написала 4 стихотворения, ряд из них песни, можно посмотреть и послушать их на сайте нашего парка. Вот, ну, вот, собственно, вся наша история. И на этом, я даже не вижу, что там написано, может быть, вы прочтете сами. Давайте два видео еще. А? Еще два видео маленьких. А, если можно, я вам, да, потому что они показывают тоже, как мы решаем какие-то проблемы. Ну, это, наверное, октябрь 2014 года, после наводнения, про которое, может быть, вы слышали, на море. Значит, вот на такой луже, значит, мы зарегистрировали 423. Василий Антонович Дугенцов, который очень активно участвует в наших делах, орнитолог. Это вот аисты, вы видите, ходят. 423. Значит, на одной луже. Вот. Их всего в мире около 2000. Значит, наверное, вы можете посчитать, какая доля всей мировой популяции, то есть, насколько важен парк и насколько важны определенные условия, которые, на самом деле, можно создавать при желании. Там серые цапли и вот эти дальневосточные аисты. И вот, видите, там несколько лисок бродит, а на заднем плане это Китай, это горы Малого Хингана, они сразу за Амуром. И вот опять, видите, эти аисты большого ископления. Это кадры, снятые Анатолием Александровичем Исаевым. Он любитель, он совершенно уже пенсионер, который фанатично ездит в разные места, и все это, да? Да, еще одно. Ага, ну, там еще было, к сожалению, но жалко. Не мало. Там делают, да, маленькие, но там просто были еще и стерхи, и стаи. Значит, у нас порядка, только в парке, порядка 20% мировой популяции черного журавля полтора месяца отдыхает. Там удивительные кадры тоже. Ну, это вот осень. Это снял, значит, Игорь и Светлана Ищенко. Вот осенью у нас большие ночевки, несколько мест коплений этих журавлей. Вот, в основном черные, даурские, но на самом деле все шесть видов, там и японские. Вот, у нас жизнь, скажем так, тяжелая, но когда вот утром это начинается, у меня проблемы, вообще говоря, с сосном после перелетов. Выходишь, садишься на лавочку, и уникальность этого места в том, что ты сидишь, пьешь чай, и у тебя над головой на высоте от 10 до 20 метров летят сотенные стаи видов, которые, ну, большинство даже орнитологов, специалистов не видело. А у нас вот такое вот собирается интересная компания. Наверное, все. Как я уже сказал, у нас больше видео, часть из них вы можете посмотреть, в частности, вот этот фильм, который мы начинали 4 времени года, можно посмотреть, выйдя на наш сайт. Мы сейчас только начали создавать страничку на YouTube, там записали чтение стихов артистами московскими о журавлях, благодаря вот Насте Шаповал, она это все инициировала, и там тоже читает. Вот, в общем, у нас многое вы не найдете из того, что мы готовы даже показать. Дело в том, что у нас сотрудники сейчас 4 рабочих и замдиректора, который занимается бухгалтерией. Значит, вот попробуйте все эти проблемы, связанные с социальные, образовательные, просветительские, скорее, связанные с охраной природы, с сельским хозяйством, распределить на эту группу людей, и учесть, что у нас 6,5 тысяч гектаров, 65 квадратных километров. Значит, если вы познакомитесь, скажем, ну, сходный по площади, наверное, Окский заповедник, преск-террасный. Поинтересуйтесь, какой штат сотрудников там, какая финансовая поддержка и так далее. Значит, у нас изначально была поддержка очень большая от Международного фонда Журавлина. Вот, землю нам помогли взять через Общество диких птиц Японии японцы. Вот, а все остальное сейчас на нас. То есть у нас задача и как жить, и как проводить эти программы, и, скажем, большинство этих, и более того, мы умудряемся помогать не только птицам, но и людям по многим вопросам. Значит, буду рад ответить на ваши вопросы, потому что, ну, это общие слова, нас, наверное, каждый из вас все это не интересует, скажем так, я не буду говорить, что что-то заинтересовало, но много интересных историй по всем направлениям. И, как я уже говорил, вообще у меня тут было желание рассказать про историю одного вида, хорошую, потому что много очень плохого происходит, и мы все время говорим о бедах, а на самом деле есть и хорошие примеры, решения, вот, и с участием России, и, скажем, даже за пределами страны. Поэтому, вот, готов вам ответить. Пожалуйста. А что с ним произошло? Что? Ходили на комиссию России, а теперь это не рапа на улице. Что с ним произошло? Ну, во-первых, Амур от Хабаровска и выше весь за колючей проволокой. Во-вторых, там, скажем так, например, метров сто такая веревочка идет, на ней в том числе майонезные баночки с конусами, то есть через которые может пройти рыба такого размера. Вот это все вылавливается на Китайском берегу во все сезоны. Второе, значит, там везде поплавки. Те из вас, кто читал Остафьева, царь рыба, то, наверное, знаете, что когда осетры, там осетры и калуга у нас, вот, водятся, они идут, они как бы почесываются, и вот накалываются на эти, значит, здоровые крючья, причем большая часть из них с этих крючев потом сходит и гибнет, естественно. Вот оттуда известные экземпляры, они в музее, по-моему, Хабаровске есть, три с половиной, а полторы тонны весом есть рыба, то есть это не рыба, это тюлень. Вот, значит, это все отрезано, вот, и это вот история второе, загрязнение невероятное. Значит, вот я тоже задал вопрос, вот, потому что мы изучали там, мы находимся в бассейне реки Гельчин, где вода чище, в Верховье или внизу их? Да нет, вот, конечно, никогда не надо говорить, потому что я уже даже вот, то, что я задаю этот вопрос, очевидно, что я что-то тут какая-то вот подоплека. Вот река Гельчин, она раньше была до районного центра, ну, порядка, там, 40 километров судоходно поднимались на моторах люди. Вот сейчас эта цепочка, значит, совершенно таких стоящих водоемов, загаженных всем, чем можно. Районный центр Тамбовка, другое большое село Казмодимьяновка, напрямую все нечистоты сбрасывают. Значит, все поля, значит, разговоры о том, что там должны быть водоохранные зоны, которые тормозят, они по большей части отсутствуют. Значит, во время ливневых дождей все удобрения и ядохимикаты, которые использовались, там, в том числе, это был один из полигонов для, значит, отработки методов борьбы с вредителями, с серниками, использовали, в том числе, ртуть содержащие. Значит, эта ртуть содержащая попала в систему водоемов, которые там, значит, создали искусные, под предлогом, что это будет орошаться поля. На самом деле, все там, значит, по нынешним деньгам, наверное, миллиарды, которые были потрачены на алюминиевые трубы, ушли в Китай, потому что, открывая систему, тут же начинали растаскивать эти трубы, они никогда не работали. Водоемы, как бы, вроде как, для купания. Купаться опасно. Единственный выход, попавший в эти водоемы ртути, это микроорганизмы, рыба, рыбак, кладбище. Вот, значит, водоемы невероятно загрязненные. Пятой степени, верховья, да? Вот, что такое пятая степень? Это когда вы можете поставить в эту субстанцию лопату, и она будет стоять. Значит, что такое парк, и вот что такое водно-болотные годья? Вот, не в плане того, что они отнимают землю для распахивания, а общечеловеческие. Значит, казалось бы, Дальний Восток, такая природа, красивая, чистая и прочая. Значит, там, вот в этих районах, очень высокий процент, просто поразительно, канцерогенных заболеваний. Это вот эта вся химия, которую сыплет на поля. И вот благодаря нашему болоту, у нас, значит, есть вот озеро, там где-то оно мелькнуло, под названием Капустиха. Второй коэффициент по гидробиологическим показаниям. Вот мы сейчас ведем такого рода исследования. Что такое второй? Чище Байкал. Все еще чище. Вот, и благодаря тому, что вот из наших болот проходит вся эта вода, в эту реку Кельчин, в низовьях она уходит в Амур третья категория. Понимаете, умеренно загрязненная. Вот, то есть все перевернуто, как часто бывает, да, все перевернуто с ног на голову. Вот, ну, мы очень надеялись, что в этом году какие-то тоже будут большие принятые решения, поскольку это, как вы знаете, год экологии и природоохранных территорий у нас. Ну вот, я, честно говоря, не очень, я не пользуюсь телевизором, средствами, другими средствами массовой информации, плохо знаю, вы, наверное, знаете. Но единственное, что через интернет до меня дошло, что было предложено, по-моему, Министерством финансов сократить природоохранную зону вокруг Байкала. Я, почему, вспомнил, что про Байкал помянул. Вот, это вот результат, что этого года нашей экологии охраняемых территорий сократить охраняемую зону. Вот все, как бы, даже те, кто никогда не бывал на Байкале, наверное, в душе держат как особую такую зону. Вот, дальше, что такое рыба? Значит, ну, рыба, вот я сказал, что выживают два вида галинов и ротан в основном, карась тоже исчез. Дальше построено зейское водохранилище, зейская плотина, сейчас Бурейская плотина, вот сейчас строят Нижний Бурейский ГЭС. Значит, запруды на всех вот этих маленьких реках. Они, в общем, результат всего этого дела, что вот то, что произошло в 13-м году, наводнение, это совершенно непонятное явление, скажем так. Вот в 94-м, ой, в 84-м году было последнее естественное наводнение на Амуре. У нас были тоже другие студенты, в частности, Михаил Владимирович Калякин, которые оказались отрезанными. Ещё Амур жил, как река. Значит, всем нужна труба. Вот. И в результате рыба не имеет возможности, потому что многие виды, ну, скажем, сазан, другие виды, они... У всех видов по-разному. Есть, бросают свою рыбу в текущую воду, есть, как, скажем, вот для осетровых, для них очень важно, вот там, где собирались строить плотину, в Хинганском, так называемом, ущелье. Вот. Удивительные красоты места. Значит, это единственное место... То есть одно из мест... Амур течёт, начинается горная река, равнинная река, проходя Хинганские горы, опять горная река. Вот горные потоки нужны осетровым, для того, чтобы... Там два вида – Калуга и осётр. Вот. Так вот, все эти плотины, они прекратили нормальный исток, и нормальная сезонность изменения потока воды. Вот. Это течёт водопроводная вода. Причём в меньших количествах. Казалось бы, почему, если... То есть они же не могут всю воду задержать. Дело в том, что вот эти маленькие водоёмы по речке, скажем, Гельчин, это громаднейшие испарители стали. Значит, поскольку их там держат, эту воду, это громадная площадь, и вода, которая раньше текла, она вся уходит. И для реки это, в общем... То есть просто перекрыли горло. Вот. Поэтому и можно говорить о других причинах, почему, собственно, рыбы нет, и ждать не приходится. Я хочу сказать, что эта проблема вся в том, что очень многие вопросы... Как раз вот мы пытаемся найти варианты, которые, скажем так, с меньшими затратами, с меньшими потерями для всех, и даже с выгодой. Я мог бы объяснить, чем это хорошо, скажем, жителям района, то, что мы существуем, а не заповедник. Вот. Но я хочу сказать, что каждое ведомство, будь то, скажем, те, кто строит плотины, или кто занимается рыбой, у них разные как бы... Они не видят друг друга, они не пытаются решить комплексы. Сейчас в целом ряде бывших португальских колоний в Африке, где в результате всех этих межэтнических событий были разрушены экономикой, громадные плотины, были остановлены. Вот идет работа по том, чтобы не просто восстановить электроэнергию, но и наладить пуски, регулируемые, и, скажем так, восстановить сезонную динамику, потому что сейчас они просто держат воду, потому что у них даже не работают все эти, значит, генераторы, но восстановить сезонную динамику, которая была не только для животных, но для людей, которые традиционно, скажем, жили за счет того, что они ловили рыбу, которая там заходила и так далее. Не знаю, знакомо ли вы опять же то, что, например, вот в Ираке, там, где две знаменитые реки идут, жили удивительные люди, которые даже строили свои храмы из тростника на воде, но они не очень подчинялись Саддаму Хусейну, поэтому у него задача, например, была перекрыть и сделать канал и уничтожить все это вот заболоченное угодие тигра и фрата, была, собственно, не столько сельским хозяйством связана, сколько с уничтожением вообще этого независимой группы людей. И вот сейчас тоже большая программа ООНовская идет о том, чтобы как-то попытаться восстановить всю эту такую нормальную жизнь. Я хочу сказать, что, да, для электроэнергии, для производства, или, скажем, ну вот, нам пришлось в свое время такое странное поддержать, помочь американцам. Есть река Платт, в штате Небраска она течет, а это почему Небраска, она и в Колорадо, но в Небраске там собирается во время весеннего пролета около более 700 тысяч канадских журавлей на этой реке. Ее непрерывно перекрывают и воду берут. И вот мы написали письмо и даже смогли затормозить, потому что у нас существует в то время советско-китайское, а сейчас российско-американское, советско-американское договор. И мы написали письмо, и было остановлено строительство очередного узла, который очень нужен фермерам. Они берут эту воду, там очень богатые поля, и вот эти поля и привлекают журавлей, которые могут там оставаться только благодаря этой реке. Такое вот идет взаимное. Потому что на Белководье они там ночуют. Там много шакалов, не шакалов, а койотов и других зверей, которые представляют им угрозу. Река единственное место, где они могут спокойно ночевать. Так вот, это ударило по людям, потому что забор воды в Верховьях привел к тому, что в нижнем течении реки Плат людям для исполнения тех же самых, даже просто питьевой воды стало не хватать, колодцы, скважины эти все глубже, и те затраты, которые потрачены были правительством вот на реке Плат, чтобы взять эту воду, затраты федеральные. Значит им, потому что фермеры сами бы это не сделали, значит им пришлось дополнительно теперь такую же или большую сумму вкладывать в низовьях, чтобы бурить эти скважины. То есть дважды теряет. Это платят, расплачиваются не те люди, которые на месте живут, а те люди, которые далеко. А почему, собственно, платить за, так сказать, безобразные отношения. Вот понимаете, сейчас системы-то на самом деле действительно взаимосвязаны. И вот когда мы говорим про плотины большие, и вот у меня, могу сказать, что исследовали специально такой Валентин Юрьевич Ильишенко изучал влияние, скажем, зарегулирования Зеи, Зейской плотины на окружающий мир. Вот. И много там интересного выяснилось. Но самое интересное, что более чем в полутора тысячах километрах это также проявилось. Там есть такое удивительное озеро Удиль, вот Александр Леонидович там бывал, вот. Там просто удивительные вещи, там в том числе мы были, когда северного оленя убил уссурийский тигр. Понимаете, такое невероятное сочетание. Так вот, там очень много белоплечего орлана, фантастическая птица. И после строительства этой плотины, зарегулирования Амура, а в орланах численность упала. Дело в том, что это озеро мелководное. И я вот хотел бы вам спросить, вот вы знаете, такой властелин неба, орлан, громадный, сколько времени он может активным полетом находиться в воздухе? Вот предположите, пожалуйста. Нет, ну вот ему надо лететь, понимаете, вот с гнезда за рыбой. Там не планируешь, в одну сторону, в другую сторону. Вот сколько времени может птица лететь, такая большая, ну, махать крыльями? А? Ну, Татьяна Спартак, не надо было говорить, я специально. Значит, да, потому что называют там столько часов, столько часов. Насколько я помню, 29 там минут у них получалось. Значит, если он летит больше, он просто затрачивает все то, что он набрал. И птенцы по этим гнездам, которые оказались там на сотню метров дальше от воды, потому что вода отодвинулась, а на мелководье там не растут эти громадные деревья, где надо гнездо построить. Эти орланы начали просто исчезать. Понимаете, полторы тысячи километров. И вот это озеро, которое связано с Амуром, где в нужный им сезон не стала приходить вода и подниматься до определенного уровня, вдруг понесло ущербы. То есть мы такие вещи даже себе представить не можем. И тут я хочу сказать, что любое вмешательство в природу, конечно же, требует... И вот в частности, вот мы тоже занимаемся подкормкой птиц. И вот я сейчас был только что в демилитаризованной зоне Кореи. Там удивительно, что там подкормка, которую используют фотографы, одна из больших грастущих бед для природы. Вот она вызывает огромные разрушительные последствия, потому что они сыпят в местах ночевки японских журавлей как раз вот эту подкормку. Приходят кабаны, и поэтому там, где кабаны шуруют, там уже журавлю спокойно не заночуешь. То есть понимаете, вот все надо... То есть вот многие вещи нельзя предупредить. Но там вот я хочу сказать, интересно, что там и сами фотографы очень мешают. И вот удивительным человеком мне познакомилась тоже семья, крестьяне, в которой живут. Так он специально купил гектар земли, а там земля очень дорогая. Стоит утром, вечером, во время, после прилета, зимует. Вот они там уже появились, доворские журавли, один был стерг даже. Вот стоит с дубиной, вот как бейсбольной битой, и гоняет этих фотографов, не пропускает их, потому что им без разницы, что там будет, когда они уйдут, им нужен хороший кадр. И они лезут на это место ночевки, и ничего с ними не сделаешь. Так вот, я говорю, человек купил кусок земли, чтобы встать у них на пути. И вот от этого он мало того, что деньги потратил на то, что, в общем, ему не очень надо, но и одновременно, вы понимаете, каждое утро с позаранку и вечер он бросает все дела и выходит на протяжении зимы. Это находится практически рядом с этими минными полями из Северной Кореи. Такие вот, я говорю, вот многие вещи, жизнь меняется. Я просто хочу сказать тоже, извиняюсь, наверное, я заканчиваю, потому что я уже не столько отвечаю, сколько продолжаю говорить, но любое изменение технологии, современное, маленькое, оно может иметь совершенно ужасающие последствия, в частности, появление паутинных сетей, которые используются учеными для того, чтобы отлавливать птиц, кольцевать и выпускать природу. Вот, скажем, в Европе их выпускает только Польша, они дорогие. Собственно, не только в Европе, я говорю, вот страна, которая наладила их, они стоят, 12-метровая сетка, около 100 долларов. В Китае вы можете купить такую же сеть, которая тоже уловистая, за доллар. Правда, она предназначена не столько для того, чтобы их окольцевать, сколько для того, чтобы скушать, поэтому она очень травмирует птиц. Так вот, скажем, в прошлом году присылали нам данные о том, что только на одном базаре, в базарный день, поймали, то есть не поймали, а просто зарегистрировали, что на прилавках около 30 тысяч, видимо, больших горлиц, они написаны голуби, там это основной вид, большая горлица, и более 140 тысяч ощипанных вот таких певчих птиц, которые идут в еду. Вот, это один город. Вот, есть такой амурский копчик, очень интересный, который гнездится у нас на Дальнем Востоке, а летит зимовать даже куда европейский копчик, на юг Южной Африки. Можете себе представить его маршрут. Он летит благодаря тому, что одновременно с ним такую же сумасшедшую эмиграцию из Индии в Африку совершает одна из крупных стрекоз, потому что, несмотря на то, что это хищная птица, он питается насекомыми, основной корм. Так вот, на северо-востоке Индии, там, где живут Китай и подобные, они там, до сих пор есть конфликтная ситуация между Китаем и Индией, племена, так вот, они порядка 100 тысяч копчиков отлавливают, значит, высушивают и на рынках, вернее, значит, делают их копчеными и на рынках в этом штате продают в качестве закуски. Понимаете, один штат. Но там последние годы, я хочу сказать, что и в Китае, где связано вот основное исчезновение многих видов птиц сейчас в Восточной Сибири, связано именно с тем, что используются вот эти паутинные сити, а для добычи, поскольку в Китае запретили охоту оружейную, вот, очень ограничено, они просто используют крысиные яды, вот, птицы дохнут, они сразу, как только он, как бы, начал головой крутить, хватают, промывают желудок и в качестве диетического продукта, тащат на рынке и торгуют. В том числе, вот этими журавлями, которых они любят, действительно, китайцы, ну, школь скоро он, как бы, попал не туда, ну, что делать? Значит, промывают и тоже на рынок. Так что, культура, и вот эти, говорю, даже вот появление таких паутинных сетей, может иметь просто ужасающие последствия, потому что нет, ко всем нашим технологическим новостям, нет одной простой вещи, что нету понимания, что такое вообще этика, и что такое этика взаимоотношения человека и природы. Поэтому, это как бы вообще просто выпадает. И, в общем, такие, любые эти орудия, мы все время говорим о нашем прогрессе, вот, ну, достаточно посмотреть, просмотреть Ветхий Завет, чтобы познакомиться, что история человечества ни по какой спирали не движется. Да, у нас компьютеры, у нас спутники, вот, но суть человеческая, как то, что сейчас происходит, вообще, люди думают, что они все могут. Вот, потому что, ну, полное игнорирование. Да, вот, я, еще раз, я извиняюсь, закрываю то, что я уже пошел не туда. У меня, извиняюсь, беда, я, как бы, в основном в болоте сижу, и когда выхожу говорить, никак не могу остановиться. Пожалуйста, если есть еще вопрос. Пожалуйста. Пожалуйста, а как, какие виды сельскохозяйственные деятельности ведутся на территории парка? Вот, вы говорили, что, там, хорошие условия не только для птиц и диких животных, но и людям вы тоже помогаете. Вот, в чем это заключается? Ну, людям, там разные вопросы, но в частности, хозяйственные, Значит, у нас тысяча гектаров, чуть больше, пахотных земель. Вот, если, то есть, и мы их до 2014 года, мы их сами обрабатывали. Значит, могу сказать, что в 2013 году мы попали в иностранные агенты, занимающиеся политической деятельностью. Нас действительно поддерживал Международный фонд «Журавлей», с которым есть совершенно официальное соглашение о сотрудничестве, и многие вопросы, которые велись там, осуществлялись при поддержке этого фонда. Причем, многие средства давали друзьям районского парка. Это просто простые люди, которые самые разные. Одна из них, Сара Симонс, которую, наверное, некоторые из вас, как выяснилось, видели по телевидению. Это женщина, 98 лет. Вот, она весной, для того, чтобы поддержать, ну, такое учреждение для людей, которые нарушают закон, для молодежи, прыгала с парашютом. Кто-то даже, говорят, видел ее здесь. Я не видел. Вот. И политическая наша деятельность в чем заключалась? В том, что мы, я и сейчас уверен, пытаемся закрыть весеннюю охоту. Самое варварское, так сказать, отношение. Ни один хозяин не режет свою птицу весной, он ждет, когда птенцы вырастут и соберет урожай. Вот, то, что происходит с исчезновением ряда видов птиц, в частности, гусь-сухонос, например. Значит, его еще, я не берусь говорить на нынешний день, но еще недавно, скажем, их было порядка 50 тысяч в мире. Вот, и в России большая часть ареала была от Алтая до Сахалина. И было их больше в России гораздо. Значит, у нас, я сказал, 40 тысяч. Значит, в России несколько лет назад было порядка 150 штук. Значит, вот Паярков Николай Адмитич, который занимался именно озере Убель, в том числе, значит, они там вешали передатчики на гусей, чтобы проследить их миграции. Все четыре помеченных передатчиком гуси были при попытке вернуться в Россию на места организования отстреляны. Понимаете, то, что это вот как бы сто процентов им просто не дает пройти через этот строй. на территории России. Да, это все в пределах России. Но сейчас я вам уже добавил, что есть еще проблемы с ядовитыми приманками в Китае и так далее. То есть, они дают. Но весенняя охота один из главных. И, вы знаете, люди просто дуреют от этого. И никакие... Да, и это делать надо согласованно, естественно, потому что, если в одном месте вы охраняете, а в другом стреляют, и никак эту проблему решить не удается. Причем, в Амурской области, скажем, там 70% в территории закрыта для охоты на гусей весной. Но там же точно так же они могли бы закрыть эти территории для охоты на гепардов, потому что гуси туда не летят. Значит, закрываются территории, куда гусь не садится. И, как бы, официально 80% территории Амурской области закрыта для весенней охоты. Но там, где они есть, там-то их и стреляют. А собираются они в этих сельскохозяйственных районах, где единственное место, значит, гуси, которые садятся у нас, вокруг, значит, за счет того, что они у нас там накушаются, они долетят до Якутии. Там такие странные истории, что, например, гуси с Хоккайдо, чтобы попасть на Камчатку, летят к нам, если вы представите себе карту, совершенно летят на Камчатку. Потому что от Хоккайдо до Камчатки им не долететь. Они изможденные за зиму. Они летят к нам, сидят у нас недели две и набравшись живы. Так вот, те, которые от нас летят в тундры, они откладывают яйца, то есть, долетают, откладывают яйца, и только после этого у них появляется возможность найти корм, потому что все еще под снегом, им там даже есть нечего. То есть, насколько важен леткорм. Поэтому не только и говорят, ну, вы знаете, убили-то всего там ничего. Кто бы, во-первых, считал? А второе, ну, то есть, нет никаких представлений о том, если поговорить с охотниками, чем отличается гусь краснокнижный от другого, значит, это летит в сумерках. Но второе, то, что им не дают поесть, они вынуждены метаться с одного поля на другое, значит, это задержка во времени, значит, когда они прилетают и они улетают недоевшие, естественно, они отложить могут меньше, позже, часто первые осенние метели, которые в тундрах наступают в середине августа, когда птицы еще не летные, губят весь молодежь. И никакие, то есть, мы говорили про биологическую, я не против охотников, охотников, я против стрелков, которым совершенно без разницы все это дело. Так вот, эту деятельность посчитали политической призыв к запрету весенней охоты и нас тут же упекли и потребовалось 10 месяцев на то, чтобы нас восстановили как бы в правах, но я хочу сказать, что это даром не обходится, вот, и это нам обошлось большими потерями, в том числе, в том, что мы потеряли возможность продолжить соисковесную деятельность, мы отдали на 3 года, подписали договор, как выяснилось, как люди, которые мы подписали, где все записано правила, но они считают, что все это отлукало, поэтому они, говорю, взяли в этом году 150 гектаров, подумай, 150 гектаров этих лугов, жизненно важных для дубровника, они взяли их и распахали. Понимаете, в общем, тяжелая история, вот я сейчас как раз для чего разбираться с этими делами. Так, где-то было еще? А, да, это сельскохозяйственная программа, вот мы делали, да, вот, и более того, мы наладили, ну, там никто не сеял кукурузу, мы начали сеять кукурузу, я говорю, почему же, в Китае растет она, ну, у нас что-то не растет, сейчас стали выращивать все кукурузу, вот, потом мы перестали, вообще говоря, скажем, все выжигали, потому что раньше солома шла на подстилку скотине, скотина повымерла, вот, куда солому держать? Жечь. Вот это основная причина пожаров. Значит, мы стали использовать мельчители, сейчас на всей современной технике там мельчители, никто, естественно, нас не вспоминает, интересно, что многие вещи нас, как бы, за все ругают, что мы ничего не умеем, мы ничего не понимаем, я действительно, я не фермер, у меня дед был фермер, крестьянин, вот, но, жены нам рассказывают, что они говорят, что, конечно, они ненормальные, вот, но выясняется, что у них урожай там бывает и поменьше, но они и тратят меньше, и в результате имеют больше, то есть, вот, как бы стало какие-то простые вещи доходить до людей, ну, и кроме того, вся эта солома, которую мы мельчим и запахиваем, спустя, там, 4-5 лет, она возвращается в виде урожая, то есть, нам надо меньше сыпать, но это надо ждать, а всем хочется побыстрее и подальше убежать потом с этим делом, вот, у нас экономически тоже, это туризм природный, мы не называем его экологическим, как общепринято, потому что сейчас экологически даже ядовитые производства, ядовитых веществ тоже экологически чистые, ну, в общем, какие-то совершенно несуразные вещи, экология души, экология как бы ко всему просто прилепляет, вот, а, значит, мы говорим природный, не на природе, потому что многие экотуры, это туры, чтобы вынуть больше денег с людей, которым интересуется природа, а что будет с этой природой, никого не интересует, но все, наверное, знают, что происходит с Джамалунгмой, или Эверестом, сейчас там масса людей очищает от всех любителей этой горы, потому что их совершенно не интересует, что там, сколько мусора за ними останется, вот, у нас три простые принципа, и мы проводили специальные встречи, скажем, это первое, что все, что вы предлагаете людям, собирающимся приехать, это будет осуществлено, причем осуществлено безопасно, второе, то, что от этого природе будет не хуже, а лучше, вот, и второе, а третье, это то, что в этом будут заинтересованы местные люди, потенциально это так и дело, потому что это сразу, к этому вопросу начинают присоединяться экономические стороны, то есть их надо покормить, там надо показать, надо подготовить кадры, это целая цепочка, вот, ну и третье, вот то, что мы тоже делаем, как я уже сказал, значит, мы умудрялись 8 лет, благодаря вот этой иностранной помощи, проводить международные смены, бесплатно, строить для детей, мы промостили тысячи, в десятидневных сменах, школьников, мы помогаем, в том числе, ребятам из социальных приютов, мы проводим лагеря, в лагерях для ребят, сирот социальных, это одна из бед наших современных, вот, то есть, ну, это то, что реально, как бы, вклад в экономику, и как я вам назвал, вот, я думаю, Настя Шаповал, или другие ребята, у нас там сын полка, как или парка, там такой, Юра Шпак, вот, они так успешно ведут себя в жизни, экономические в том числе, я не знаю как, но в жизни они многого добились, благодаря тому, что они смогли получить образование, которого нет, скажем так, в нормальных школах, и мы не претендуем, у нас задача не конкурировать, а дополнять, потому что можно многое слышать, и узнавать, но, скажем так, это никак не останется, вот, когда мы там спрашиваем, например, про принципы Бернули, у нас в этом году было такое замечательное занятие, вот я спрашиваю поднять руки, те, кто знает о чем это, принцип Бернули, у нас любой школьник, который прошел эту смену, не только расскажет, он дополнил это на всю жизнь, потому что это, ну, как бы, подано было в форме, я сейчас просто не имею возможности, вот, ну, например, можно ли бумажки поднимать с пола, трубой от пылесоса, без пылесоса, вот у вас одна трубка, это резиновая, вы можете это сделать? Нет проблем, но это я не буду отвлекать, то есть мы стараемся, и вообще говоря, у нас задача не научить, потому что научить за 10 дней, за одну экскурсию нельзя, а вот почувствовать, вы можете даже, дав ребенку птичку выпустить, которая только что была окольцована, и рассказав, это остается на всю жизнь, у нас был трехлетний мальчик, вот, и он прослушал внимательно у нас все, что там рассказывалось, и когда на следующий день ему в детском скаду стали разочитать сказку про дядю Гуся, есть такая какая-то, да, вот, он сказал, какой он вам дядя, это гусь сухонос у него, и он начал, очень важно также найти, потому что мы, естественно, в каждом возрасте у нас разные интересы, у мужчин одни, у других и женщин, вот мы можем произносить одни и те же слова, и совершенно каждый из нас имеет, то есть разное вкладывает, почему у нас конфликты часто происходят, например, когда я это вот часто привожу, это давно я слышал, повторяю, наверное, многие это знают, хочу спросить вот женщин, вот когда вы говорите, что вам нечего надеть, это что значит? Женщины, можете сказать? Это когда ничего нового, теперь я спрошу мужчин, когда вы говорите, нечего надеть, это что значит? Ничего нет. А? Так вообще ничего нет. Нет, когда ничего чистого нет. Чистого нет. Да? Понимаете? То есть мы говорим фразу, слова одни, предложения все тоже, а каждый это воспринимает по-своему. Или, например, девочка говорит, хорошо быть мальчиком, потому что у вас многое забудут утром, когда идете в школу, а он откроет шкаф, чего выпало, то и надел. Понимаете? То есть я хочу сказать, что даже вот как в заповеднике в Китае или в России, это, то есть слова одни, это совершенно разный смысл, разные результаты. Заповедникам России нет равных просто в мире. Есть национальные парки, там другие вещи, прекрасные как бы, но я хочу сказать, что то, что вот у нас система заповедная, и наш парк не конкурирует. Как я вам уже сказал, значит, 90% территории нашей страны громадной, не будет заповедной. В каждом месте, где мы производим работу, это наша главная миссия нашего парка, найти подходы на работающих землях, не на заповедных землях, а на работающих землях, чтобы было хорошо и людям, и людям я подчеркиваю, потому что даже там, где плохо природе, например, это не значит, что хорошо людям. Возьмите Норильск, Челябинск, там тоже людям плохо, потому что там вообще не стоит вопроса о качестве среды. Вот чтобы не только, то есть найти варианты решения экономических задач, человеческих задач, которые были бы хороши, а не плохи. И это выглядит, ну, как бы не совсем нормально в наше время, да, совсем другие мотивации у людей. Поэтому к нам так и относятся. Поэтому я, значит, хочу сказать, что отношение к нам у многих как бы как ненормальное. Но результаты есть, несмотря на все. Спасибо вам большое. Спасибо. По многим вопросам обращайтесь, пожалуйста, к Татьяне Спартаковне. Вот у нас есть сайты и другие дела. Вот и вот к Анастасии Юрьевне, которая приехала нам помочь, прилетела дальше счет. Вот и очень много помогла и которая вот втянула в том числе нас сюда. Спасибо. 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 Спасибо.